Танцовщицы затягивают корсеты, поправляют белоснежные юбки. На сцену пока никого не пускают. Идут последние приготовления к сказке. Новогодние представления проходят ежегодно. Тем сложнее и интереснее готовить очередной спектакль. В драмтеатре постановкой именно новогодних спектаклей всегда занимается заслуженный артист России Виктор Зорькин. Во-первых, потому что праздник такой веселый, всеми любимый. А во-вторых, вы знаете, для детей ставить спектакли – это очень благодарное дело, потому что дети настолько воспримчивы к сказкам, к чудесам. И реакция зрительного зала – она просто потрясающая. Это всегда приятно. Из 15 предложенных сценариев Зорькин выбрал постановку Владимира Илюхова, которую уже показывали в Вологодском театре. Это добрая сказка, без роботов и инопланетян, говорит режиссер. Все персонажи знакомы и понятны детям. Но вот главный герой – не Дед Мороз, его в постановке нет совсем. Однако из-за этого спектакль не теряет своей новогодней атмосферы. Упоминания о Деде Морозе в сказке присутствуют, то есть персонажи его упоминают, даже пытаются позвать его на помощь, но потом в тексте у автора написано, что он якобы очень сильно занят перед Новым годом. Во-вторых, есть Снегурочка, его верная внучка, и Снеговик, скажем так, правая рука Деда Мороза. Именно со Снеговиком, которому поручили отвезти Деду Морозу яйцо жар-птицы, и происходят главные превращения. Вот в самой первой сцене про него говорят, какой же ты трус, какой ты бояка. Он про себя говорит, я трус, я жалкий трус. А в финале он говорит, Снеговик, давай ты первый, ты самый смелый. Сказка детская, но подготовка к ней очень серьезная. Репетиции шли два месяца, как и положено для спектакля. Специально было написано несколько песен. Двухактовый сценарий Виктор Зоркин сократил до одного часа, иначе детям будет сложно сидеть на месте. Режиссер вносит последние коррективы и на генеральном прогоне, и сам поправляет декорации на сцене. С Виктором Александровичем всегда интересно работать, потому что он человек сам по себе, такой знаете, как зажигалочка. Вообще для режиссера это очень важное качество, когда человек приходит на репетицию, и актеры все сутро вот такие. Он сразу находит слова какие-то определенные, настроит на работу, чтобы всех зажечь этой работой. С самого начала режиссер задал направление – сделать сказку красивой. Он против того, чтобы привлекать маленьких зрителей гаджетами, современным юмором и сленгом. Из современных атрибутов только шарф болельщика «Спартака» у главного героя. Очень много было затрачено фантазии, сил на создание костюмов. Ну, например, костюмы снеговика. Вроде бы это просто, но на самом деле работать актеру трудно в таких больших массивных костюмах. Но я не буду раскрывать все тайны, сами увидите. И услышите, потому что спектакль музыкальный. Поют и танцуют ночь, зима и метель. А вместе с ними – снежинки, учащиеся школы искусств номер один. Мешать празднику будут необычные персонажи – тоска и бабайка. Актер Евгений Седьков шутит, что пошел по отрицательным персонажам. В прошлом году он играл бабу-ягу. В этом продолжает хулиганить. Сейчас его поймаю, да как напугаю. Вот он я, бабайка. Начнем мы делать гадости с улыбкою и радостью. С улыбкою и радостью мы будем дуть кулак. Премьера сказки состоится 26 декабря. В новогодние праздники артистам предстоит сыграть 28 спектаклей. Но к напряженному рабочему графику они готовы.